В середине 50-х годов прошлого столетия в Англии началась эпидемия неизвестного заболевания. Болезнь охватила жителей небольшого британского городка. Симптомы одинаковые – усталость, депрессия, повышение температуры. Позже эту болезнь назвали «исландской». Потом появилось и официальное название – «синдром хронической усталости». По данным статистики, всего 2% населения страдают этим заболеванием. Хотя, если перечислить только первые симптомы – быстрая утомляемость, слабость, усталость, вялость, недостаток энергии, апатия. Многие из нас скажут, что нездоровы. Этот недуг поражает молодых и успешных. Он начинается внезапно, как простуда. Без каких-либо видимых причин лишает человека интереса к жизни. Человек просыпается утром, он еще ничего не сделал, только встал, и он уже утомлен, ему трудно провести продуктивный рабочий день. Кажется, ничто не в состоянии восстановить былую бодрость. Ни отдых, ни положительные эмоции, ни лекарства. Отдых не помогает. И, как я сказал, усталость возникает, по сути, на ровном месте. Без физической, без интеллектуальной и без эмоциональной нагрузки. Можно ли заболеть хронической усталостью? Ученые утверждают, в группе риска каждый пятый житель мегаполиса. Группа риска – это люди, живущие в больших городах, с неблагоприятной атмосферой, какими-то факторами вредными. А также еще группа риска по профессиям – это педагоги, врачи, офисные работники, которые часто испытывают какие-то психоэмоциональные нагрузки повышенные. Чем болезненная усталость отличается от физиологически обусловленной? Почувствовать утомление после тяжелой работы вполне нормально и даже полезно. Это ощущение предохраняет нас от перегрузок и помогает почувствовать удовлетворение от сделанного. Но иногда мы устаем настолько, что не можем подняться с постели. Правда, это пока не хроническая усталость. Синдром хронической усталости – это состояние, основным проявлением которого является избыточная или патологическая утомляемость. Причем, в отличие от той усталости, которую все мы испытываем, например, после трудного рабочего дня, она отличается тем, что, во-первых, не связана четко с физическим и эмоциональным перенапряжением, не уходит после периода отдыха, длится более полугода без перерыва, и самое главное – не связана ни с какими другими медицинскими причинами. И страдает при этом не только тело, но и голова. То есть бывают головные боли, рассеянность, невнимательность, заторможенность, концентрация внимания страдает, человек не может быстро цели какие-то себе формировать. Кроме того, есть еще так называемые малые симптомы. Появляется боль в горле, опухают лимфоузлы, появляется небольшая температура до 37,5, мышечные боли, боли в суставах. Причем эти боли, они мигрирующие. Жалобой к нам, невропатологам, является жалоба на нарушение сна. Человек устал, в течение всего дня он мечтает о сне, но когда он ложится в кровать, он не может заснуть, его сон длится не более 5-6 часов, он не высыпается, но даже если он выспался, то утром он не просыпается с чувством отдыха и в результате теряет свою трудоспособность. При появлении данных симптомов мы уже можем заподозрить синдром хронической усталости. Но самое сложное следует далее. Необходимо исключить все медицинские заболевания, а их множество. Это и аутоиммунные болезни, эндокринные болезни, воспалительные, вирусные, бактериальные заболевания, которые также могут сопровождаться патологической утомляемостью. Для этого больной, пациент, должен быть обследован с точки зрения анализов, инструментальных методов очень подробно. То есть синдром хронической усталости – это диагноз исключения. Ученые выяснили, что среди множества причин у хронической усталости выделяется инфекционная природа, главный возбудитель – вирус герпеса. Когда впервые был введен термин «синдром хронической усталости», это произошло в 1987 году, под ним поднимали как раз проявление инфекции вирусом Эпштейн-Бар, но без доказательства влияния данного вируса. То есть симптомы были схожи. Но ведь примерно 90% населения земного шара – носитель этого вируса. Почему же от синдрома хронической усталости страдают далеко не все? Если говорить о заболеваниях вообще, то есть у нас пусковой механизм пусковой фактор, но есть и генетическая подрасположенность. Она играет роль в развитии любого заболевания. Конечно, и окружающая среда также оказывает влияние, в каких условиях живёт человек. До поры до времени вирус живёт в организме, никак себя не проявляя. И только под влиянием как раз-таки неблагоприятных факторов он начинает активно действовать. Это может быть питание, сон, но в первую очередь – стресс. В борьбу с вирусом вступает иммунная система. Почему мы сейчас не можем говорить о том, что синдром хронической усталости – это полноценное вирусное заболевание? Потому что назначение препаратов, кстати, следует заметить, что от вируса Апштейн-Бар не существует эффективных противовирусных препаратов, не помогает, не устраняет симптомы заболевания. Поэтому корректнее говорить не об инфекции как таковой, а о взаимодействии между тремя системами организма. Это система противоинфекционного ответа, иммунная система. Это сам вирус, его характеристики. И это вегетативная система, частью которой является лимбическая система, отвечающая за жизненно важные функции, связанные с поведением и эмоциями человека. Вот где-то на стыке данных систем происходит нарушение баланса и развивается синдром. Вероятно, так. Но пока точки в этом вопросе не расставлены. В любом случае, первое, что надо сделать после появления симптомов – это сдать рутинные анализы крови, общий биохимический, пройти осмотр у эндокринолога, невролога и кардиолога. Также стоит обратиться к психотерапевту. Почти всегда вместе с синдромом хронической усталости развиваются тревога и депрессия. Если его не лечить, не обращаться к специалистам, то всё усугубляется и появляются серьёзные последствия, такие как может даже нарушаться гормональный фон организма, страдает давление, начинает меняться артериальное давление. Затем появляются глубокие уже депрессии, сильно, серьёзно нарушается режим снаободрствования, появляются энергетические реакции. Если лечить у специалиста, то за 2-3 месяца это можно вылечить. Сегодня есть как и медикаментозные методы лечения, так и психотерапия. Если ситуация не запущена, то вполне может хватить и последнего. Значительную роль в лечении синдрома хронической усталости играет восстановление режима сна и отдыха и как следствие повышение жизненного тонуса работоспособности. Это общее правило, но хочу обратить внимание, что эти общее правило это наиболее мощные медицинские стратегии профилактики. Это физическая активность, сон, питание. Это самое главное. И в условиях жизни в мегаполисе мы должны понимать, что резервы наши стрессоустойчивости ограничены, и мы не должны их постоянно проверять на прочность. Это очень важно. То есть мы должны давать себе отдых. А ещё важно уметь бороться со стрессами и нагрузками. Специалисты рекомендуют заниматься релаксацией. Надо уметь восстанавливать силы, то есть это аунотренингом заниматься, теми же релаксациями, расслаблениями. То есть это помогает. Можно включить музыку, допустим, какую-то медитативную. Сильнее всего синдрому хронической усталости подвержены люди от 20 до 40 лет. Врачи называют этот недуг не только болезнью больших городов, высокого ритма жизни, но и молодых людей, которые взяли на себя очень много. Взялись бежать в спринтерский забег на марафонскую дистанцию. Высокий ритм нашей жизни, постоянная погоня за успехом, приводят к стрессам и ослабляют нашу иммунную систему, как и весь организм. Можно ли этого избежать? Безусловно, да. Контролируйте режим, делайте паузы, побольше общайтесь со своими родными. Берегите себя и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова